Добрый вечер! Я очень рада приветствовать всех, кто собрался сегодня вечером в этом зале, в этот совершенно особенный день, прекрасный, просто благодатный по своей красоте, по тому мягкому, почти летнему тихому. Вот эти яблоки о многом нам говорят про сегодняшний день. Вот этот день, 191-я годовщина со дня рождения Ивана Николаевича Толстого, именно этот день собрал здесь всех нас. И говорить мы будем, и слушать мы будем. Вот я прошу прощения перед подклонниками всех великих произведений Ивана Николаевича Толстого, но говорить мы будем про самое лучшее его произведение с моей точки зрения. Кстати, ее разделяют многие. Про его самую первую повесть, детство. Вот мне до сих пор кажется, всякий раз, когда я открываю эту книгу, что никогда он больше уже так не писал. Вот этой первой свежести, вот этого волшебства, вот этой необычайной тонкости. Того, что потом Чернышевский в своей критической статье назовет диалектикой души. Прямо придумает такой термин, который используют филологи впоследствии. Потому что никто никогда до Толстого так не писал. И это ведь удивительно, потому что когда он начинал работать над своей повестью, а первые упоминания относятся где-то к марту 1851 года, ему было 23 года. А когда он ее заканчивал 3 июля 1852 года, то есть получается, я что-то сейчас плохо считаю. Ему исполнится только 28 августа, 24 года. И вот когда она выйдет из печати, а это был девятый номер журнала «Современник» за 1852 год. То есть это был совершенно молодой человек. И вдруг случилось такое чудо из небытия, абсолютно из неизвестно откуда. А на самом-то деле из старинного дворянского аристократического рода появляются великие писатели. И сразу стало ясно, что появился не просто значительный, а великий писатель. Но вместе с радостью появления вот этого из печати первого произведения, а кстати говоря, когда Толстой начинал писать эту повесть, ведь он очень мало думал о публикации. У него сменялись настроения. То она ему нравилась, то ему вдруг казалось, что это никуда не годится. И вдруг вот она выходит из печати, и вместе с этой радостью он испытывает почти негодование. Так вот, как вы думаете, что же вызвало негодование как автор? Может быть, вы подумаете, что это были естественные тогда какие-то цензурные изменения, сокращения, хотя их было очень много. И Толстой потом написал, что изуродована была повесть. Но не это заставило его так гнилаться. И написать вообще очень сердитое письмо редактору «Современника» Некрасу. Его заставило, как милаться, изменение названия. Потому что Некрасов назвал это произведение, вот перед первой публикацией в журнале, «История моего детства». Толстой пишет в письме Некрасовой, «Кому какое дело до истории моего детства?» То есть, вот смотрите, а ведь мы все дружно повторяем, когда мы открываем эту книгу, «Трилогия детства, творчество и юность автобиографическая». То есть мы на самом деле, сами того и не замечая, идем против воли писателя. Он сразу возмутился, он пытался отодвинуть от своей повести эту идею, о ее автобиографичности. И вот уже когда он пишет свои воспоминания, много-много позже, он говорит, что замысел был такой, описать историю детства моих приятелей. А вот кто были эти приятели? Это были сына для Александра Михайловича Исленьева, с которыми Толстой очень много общался, дружил и так далее. Там действительно очень много подробностей, которые, кстати, он от версии к версии, а всего было четыре редакции «Повести детства», он постепенно сокращает эти детали. Но все-таки герои были узнаваемы, и вот как известно, сам Александр Михайлович Исленьев узнал себя в отце главного героя «Повести отца» Никольники и очень смеялся, ему было это забавно. Так вот, оказывается, что Толстой не хотел перелистывать страницы своей собственной жизнью, а он хотел запечатлеть, описать особое эмоциональное и душевное состояние вот этого юного героя, десятилетнего Никольника, когда вот этому маленькому человеку, но уже во многом созревшему, еще в полной мере присуще доверие к жизни. Вот это удивительное душевное состояние. И вот что напишет Толстой спустя много-много лет, после того, как детство, ну это почти 60 лет, во всяком случае, 56 лет спустя он напишет, когда я писал «Детство», мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства. То есть вот он хотел передать это состояние, а вовсе не церковную автобиографию. Вот что любопытно, он скрывал даже от своей семьи свое авторство, знали только два человека. Он знал старший брат, и вот тетеньке Йоргенске он признался, но взял с ней слово, что она никого не скажет, что автор он. И подпись была под журналистом публикации «Л.Н». И даже вот его сестра, любимая Маша, гадая, кто же написал эту повесть, она решила, что написал Николай. И герой-то ведь зовут Никольника. Только странно, что Николай подписался «Л.Н». Надо сказать, что следующая повесть трилогии «Отрочество» выйдет под подписью «Л.Н.Т.» и только юность выйдет уже под подписью полностью. Будет сказано, что это график Николаевич Толстой. Так постепенно раскроется эта тайна. И вот уже даже семья стала читать эту повесть как историю реальной жизни, в особенности самый ближний круг. И очень радовались узнаванию этих персонажей. И тетенька Йоргальская хвалила девушку, которая, кстати говоря, и сказала, именно вы мне посоветовали писать роман. Это был ее совет, чтобы он смог реализовать, раскрыть себя в литературе. И так и случилось. Но вот где же здесь автор, спросите вы, ну как же так? Вот я вам рассказываю, что ничего нет здесь автобиографического. Автор, конечно же, здесь есть. И автор есть в двух самых главных, таких потаенных, но очень тонко и многогранно раскрытых темах этой повести. Это две темы, которые между собой очень тесно связаны. Это темы матери, маменька, маман, мамаша, так называют на странице повести ее Николенька. И тема музыки, которые эти две темы теснейшим образом связаны между собой. Вот сегодня в нашем представлении этой повести детства с музыкой вы это не сможете не почувствовать. Очень интересно, что работа над повестью у молодого писателя шла по пути совершенно безжалостного сокращения. Он вымарывал прекраснейшие страницы и убирал излишние детали, излишние подробности. Так в более ранних редакциях образ матери описан очень подробно. Описано какое у нее лицо, глаза, волосы, буквально портрет. Постепенно Толстой отказывается от этих конкретных деталей, оставляет только... Ну, я не буду пересказывать, вы сегодня это все услышите. Но тем самым он как будто парадоксальным образом приближается к ней. Ведь свою мать, Лев Николаевич Толстой, не знал. И он даже где-то написал, я не слышал, я с ней никогда не разговаривал. Ну, конечно, когда она умирала, и маленького Левушку принесли к ней прощаться, он был весел, здоров, он, как ему рассказывали, он смеялся, вырывался. Как это делают младенцы? Дергал ручками и ножками. Мать при этом уходила. Он, конечно, этого не осознавал. Он только потом от близких родственников узнал все эти подробности. И, кстати, всю свою жизнь он очень детально, очень скрупулезно собирал малейшие детали, малейшие крупицы каких-то сведений, каких-то знаний о матери. Он собирал бумаги. Потом передал, кстати, этот архив в Санкт-Петербургскую публичную библиотеку. Часть архива наиболее драгоценной для него бумаги он оставил себе. И все это сохранено. И, безусловно, более подробно в повести описана его мать через музыку. И это поразительно. Причем жестокость и строгость в себе молодого автора такова, что он, к сожалению, в 4-й редакции он снял великолепное, одно из лучших вообще в мировой литературе, описание музыки. Описание игры матери, как она исполняет патетическую сонату Биткови. Поскольку у нас первая часть патетической сонаты прозвучит сегодня, мы взяли на себя такую смелость, этот фрагмент, изъятый толстым, ну вот оставить на том месте, где он должен был быть. И вы услышите сегодня вот это впечатление ребенка, который слушает игру своей матери. И хочется, не пересказывая вот все то, что вас ждет, все-таки немножко о структуре нашей программы рассказать. Мы выбрали те главы повести Толстого детства, где большую роль, может быть, даже определяющую, играет музыка. И надо сказать, что характерно для Толстого, ведь он действительно очень любил музыку сам, ее хорошо знал и разбирался, и руки его знали музыку, потому что он очень много играл на фортепиано, как он даже написал однажды в дневнике, на краткое время испытал счастье артиста, занимаясь музыкой. Поэтому у него никогда не бывает упоминание музыки просто и случайно. То есть, если вы понимаете, то это конкретное произведение. И мы понимаем, что за этим стоит живое звучание музыки в его воображении. Поэтому нам показалось очень справедливо сопроводить чтение вот этих избранных глав из повести детства, звучание музыки. И нам с вами сегодня так повезло, что два великолепных исполнителя, две прекрасных артистки будут для нас с вами это исполнять. Это заслуженная артистка России Агриппина Стеклова. Она будет читать главы повести детства. И, говоря, уже народного конкурса, пианистка Василиса Белова. Дело в том, что они составляют превосходные дуэты. Мы услышим вот такой настоящий диалог художественного слова и музыки. Тончайшее сплетение и игру смыслов, которые теряются, если, когда мы читаем повесть, мы не представляем себе, как звучит эта музыка. Итак, откроет наш концерт глава «Вторая маман». Это сопровождение этюда Клементи, упомянутого в этой главе. И как бы музыкальная форма такая рождается в начале, и конец появляется как музыкальная форма звучанием этого этюда. И в процессе диалога тоже звучит этот этюд. Это глава одиннадцатое занятие в кабинете и гостиной. Обратите внимание, что это такая центральная музыкальная глава всей повести, поскольку именно там звучит любимое произведение «Маман» второй портепианный концерт «Фильдер». И вот любимое произведение «Николенький». И, кстати, Иван Николаевич Толстов на протяжении всей его жизни. Что говорит об автобиографичности этого посыла, музыкального посыла в повести? Это патетическая соната «Биткоина». Как я уже сказала, прозвучит первая часть. Мы услышим главы, где на фоне бальной истории развивается история любви юного героя повести. И глава до Мазурки прозвучит в сопровождении превосходной кадрильи Александра Алягьева. Александр Алягьев не случайный здесь композитор. Он упомянут в повести детства. Но, правда, поскольку Алягьев тогда был еще жив, он упомянут только первой буквой своей фамилии. Сказано, что это был друг отца. И, кстати говоря, Алягьев действительно служил вместе с отцом, настоящим отцом Николаевича Толстого. И действительно, с музыкой Алягьева, безусловно, отец был знаком. И, наконец, глава, 22-я Мазурка, она прозвучит на фоне двух Мазурок Михаила Глинки. Это музыка современная тем событиям, которые происходят в повести. И эта музыка, конечно, очень аутентичная для повести детства, для вот этой эпохи 30-х годов 19-го века, которая представлена в повести детства. И завершить вот эту небольшую композицию по повести детства и музыке мы решили с главой 15-й, несколько нарушая порядок глав. Но вот обратите внимание, я не упомянула об этом, что всего в повести 28 глав. Кстати говоря, для Толстого вот это вот число 28, оно не случайное. По старому стилю день его рождения праздновался 28 августа. И 1828 года, и к числу 28 Толстой, там есть множество свидетельств, относился совершенно особенно. И глава, самая пронзительная, самая такая центральная в этой повести, названная Толстым детства, она прозвучит на фоне музыки Глинки, великолепного Нактёна «Разлука». Слово «Разлука» тоже есть в повести, потому что глава предшествующая, 15-й главе, глава 14-я, она названа «Разлука». Почему? Поскольку уезжали из деревни в город, куда отец забирает мальчиков, они уже выросли и должны уничтожить. Они навсегда прощаются с матерью, это будет ясно потом, но предчувствие разлуки, окончательной разлуки, оно пролизывает всю эту главу. И несколько слов ещё об исполнителях, потому что, может быть, вы уже знаете, что здесь, в Ясной Поляне, это такое особенное место, куда практически не приезжают никакие случайные люди, во всяком случае выступать перед публикой, общаться с публикой. Ясная Поляна притягивает к себе именно тех людей, которые понимают центр чего здесь находится. И вот такими людьми являются и Агрепина Степлова, и Василиса Белова. Василиса Белова с 90-х годов сюда приезжала, участвовала в множественных концертах. Она очень проникновенный музыкант. А вот Агрепина Степлова, она выступала и в 12-м году вместе со своим мужем, актёром Владимиром Большовым, в литературном фестивале «Саргениев». Они представляли свой вариант крейцеровой сонаты Толстого. А в этом году Агрепина Степлова выступала на фестивале «Толстой», и она просто поразила публику в качестве специального гостя, поскольку она решилась на такое интервью, открытое перед публикой, на рассказ о себе, о своём отношении к театру, к литературе, к Толстому. И вот мне хочется привести один её ответ, который меня совершенно поразил. Когда ей задали вопрос, кого из героев Толстого она хотела бы сыграть, она сказала «Да, я хотела бы сыграть Каренина». Заметьте, не Каренину, а Каренина. И вот это, знаете, в ней какое-то есть... Ну вот сегодня вы это поймёте. Она же читает прямую речь очень часто, ну не очень часто, фактически, героя повести детства. Это не Коленька, это мальчик. И вот удивительно, при всей своей красоте, женственности, вдруг она, в ней просыпается такой, знаете, настоящий мальчишка. И эти вот мерцания такого проникновенного, понимаете, вот этого ребёнка, который в ней живёт, по-видимому, он в ней есть, и вот это раскрывается в соприкосновении с текстом Толстого. Это, ну, меня поражает. Я надеюсь, что вы тоже сегодня испытаете эту радость. Итак, мы начинаем нашу программу. Музыка, повести Ивана Николаевича Толстого. Детство. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...